Мама снабжает ребенка питательными веществами, необходимыми для его развития от состояния одноклетка до состояния яблокляющегося. Хорошо. А папа зачем нужен? Да. Защищает. Ребята, ну не путайте, пожалуйста, биологию с гиснавистскими мультиками. Самцы в реальности действительно иногда защищают свое потомство, иногда съедают свое потомство, чаще всего глубоко равнодушны к своему потомству, и это является биологической нормой. Ну, не дай бог, папа, вот как, дикое утро, все дни, приблизится к своему потомству. Вот папу пусть наравне с мамой и сыней оберегают, защищают и так далее, а утки не дай бог. В чем дело? А дело в том, что существует такое явление, которое будет называться в биологии, для нас, кстати, приманка очень характерная, называется половой деморфизм. Это резкое отличие самцов от самцов. Представим себе, что у нас есть половой размножение. Вот у вас есть осень А, осень Б. Для того, чтобы у них возникли дети, им встретиться надо? Да. Надо. Как бы мы обеспечивать факт встречи? Ведь они живут там не на одной территории. Ну, можно, потому что я и все равно. Итак, задачка – встретиться для размножения. Как будем решать отзыв? Ну, у вас полурука подняется. Давайте, давайте. Ну, привлекать сейчас звуками, отлично. Звуками, отлично. Громко ору. Еще как нужно привлекать их? Запахи. Запахи, воняю. Еще раз. Миграция, это место в итоге, например. Ну, в одном месте. Ладно, в одном месте. С вашей точки зрения, места гнездовья в наследственной программе оговариваются с точностью до метра или с точностью до сотен километров. Ну, хорошо. Моя барышня в 50 километрах от меня. Ура, давайте размножаться. Вот идейка взять и поорать, и повалять – хорошая идея. Послать сигналы на окружающую среду, я здесь. Еще что можно делать? Можно разрешить самкам во время размножения летать, где они хотят. То есть, и на чужие территории. Какие еще сигналы могут быть, кроме запаховых? Да. О, окраска. Яркая окраска, конечно, боевой ванкум, как на дискотеке. Накрасимся как следует. Зачем? Чтобы издали было видно. Но еще и дрогаться как следует. Как опять же на той же самой дискотеке. Теперь, внимание, самый сложный вопрос. Сложнее всего городскому подростку от дела отнесли. А вот эти сигналы, которые на самом деле необходимы для обеспечения встречи, их воспринимают только партнер или не только партнер? Не только. А кто еще? Хищники. Хищники в первую очередь. Так что, система сигнальных признаков, она необходима, чтобы размножиться, без этого нельзя. Но является, обеспечивает ли она безопасность существования данного индивида? Нет. Многократно повышает и риск. Поэтому обычно в живой природе как? У нас есть вопрос. Есть самцы и есть самки. Скажите, пожалуйста, кто из них может создать больше половых клеток? Самцы. А почему? По какой причине количество половых клеток у самцов в тысячи раз всегда больше, чем количество половых клеток, которые создает самка? Это в любом виде обязательно. Хорошо? Ну, потому что самке нужно будет еще детеныша вынашивать или... Ага, скажите, пожалуйста, перескать, как вынашивать своего детеныша? Еще раз говорю, вы путаете диснеевские мультфильмы с тем, как устроена жизнь. Санки вовсе не обязательно вынашивать детеныша. Да, прошу. Да, я прошу. Потому что, в последнее время, они всегда выяснили, что у него... Да, ребята, господи, мы же только что обсуждали этот вопрос. Вот интересно, как не замыкаются информационные блоки в головах. Почему так? Ведь причина, которая касается не только человека, а абсолютно всех, начиная с первых многоклеток. Да, классно. Один сперматозоид, одну энциклетку. Почему при этом сперматозоидов в тысячи раз больше, чем энциклетка? А почему? Ну, смотрите, есть такой однокленночный вывод, кстати, проходили по школьной биологии. Называется хламитмонат. У хламитмонат есть деление на два куба. Вот это у нас самцы, вот это самцы. Скажите, они чем-нибудь отличаются друг от друга? А совершенно ничем. Абсолютно одинаковое. Взяли, сверили, седр давая удвоенную клетку, называется зиболом, которая ушла в зимующую форму и дальше обеспечивает рождение следующего поколения. Вот там половые клетки, которые ничем не отличаются друг от друга. А многоклеточные так не могут. Селёвка, волна. Как и где она вынашивает? Хорошо, в санку Пузненчика, где вынашивает? Муха, в санку Таракана. Где они все вынашивали, ведёв? Да нигде они отложили яйца в окружающую среду, вы его получили. Хорошо? Санка должна обеспечить развитие патронства. Как она обеспечивает? Примозапасти... Классно. Скажите, пожалуйста, откуда санка берёт те самые вещества для создания рождений? Откуда она их берёт? Из самой себя. Да. Из собственного организма. Поэтому, если мы сравним массу сперматозоидов, которые только носители информации, и массу яйцекретки, в которой запас строим материал для того, чтобы тело вещества строилось, то кажется, что из одной яйцекретки, взяв вот эту массу, можно понастроить сотню тысяч сперматозоидов. Почему-то, потому что сюда запасы надо вещества вложить. Из этого запаса тело строится будет. Не вынашивать его будет. Так? А просто сложить в клетку, и получим не вот такую подвижную клетку, а вот такую клетку. Так? Так, у которой на самом деле активен тот вот этот малюсенький кусочек стоплазмы, а вот это всё остальное. А всё остальное – это запас строим материалов, из которого тело детёныш строим будет. Ну и скажите, пожалуйста, если мы такой клетке дадим жгутикам в качестве органомодов движения, она далеко уплывёт? Нет. Да не очень далеко уплывёт. У неё соотношение массы поверхности тела таково, что в лучшем случае она передвинется на несколько миллиметров. Вопрос, как будем встречаться с партнёром сперматозоидом? Партнёр. Партнёр должен не просто уметь двигаться, а отлично уметь двигаться. Для этого партнёр должен сбросить всю лишнюю массу, чтобы ничего не мешалось. Оставить только ядром энергоаппарат и жгутик. Всё. Никаких других деталек нет. Это боевой каран, по сути дела. Вот его бензобак, вот его двигатель, вот то, что он несёт, генетическая информация. Так, у него есть своя система радарных, ориентир, позволяющая найти яйцеплевку, обеспечивающая слияние гидростерматоза с яйцеплевкой. Вот, ребят, зачем мы обычно с вами заговорили? Это очень важно для понимания, настоятельного понимания, того, чтобы происходило с примат. Скажите, пожалуйста, вот у нас есть две разные популяции животных. В одной популяции, у нас популяция 1, популяция 2. Так, в обоих произошли катастрофы. В популяции 1, на 100 самцов осталась одна самка. В популяции 2, на 100 самок остался один самец. Ну, чудовищно какие-то события произошли. Скажите, пожалуйста, какие авуляционные перспективы у популяции 1 и популяции 2. То есть пройдет 2-3 поколения. Что будет с популяцией 1 и с популяцией 2? И почему? Так, ну кто-нибудь новенький, прошу вас. Наверное, популяция, где останется 100 самцов, где 1 самка, то, скорее всего, она, наоборот, размножится. А популяция 2, наоборот, множина. Классно, опять сплошные весны. 100 баб хорошо заботятся о своих детях, поэтому выживают все. Прошу вас. Дальше. Я думаю, что в популяции 2, наоборот, у 100 самых яйцеклетных сражения, уже есть, полосанцов, они образуются на протяжении свечи. А главное, в таком количестве. Числовое соотношение при производстве половых клеток. На каждую яйцеклетку, у самки, сколько сперматозоидов в самце происходит? 100 тысяч. Поэтому, сколько родится в первой популяции детенышей в этом поколении? А ровно столько, сколько может родить одна самка. Это понятно? Нет. Больше детенышам взяться не будет. Вопрос. Во второй популяции, сколько родится детенышей в этом поколении? Стол. Сколько сможет? Столько, сколько может родить стол самок. Потому что одного мужичка на 100 барышень хватит еще за глаза. Они абсолютно все будут рожать. Ровно столько, сколько смогут. Отсюда очень важный вывод. Скажите, в ходе эволюции, каким полом можно рисковать, а каким полом нельзя рисковать? Это эволюционно очень опасно. Прошу. По-настоящему менять пол умеет крайне небольшое количество видов. Во-первых, для млекопитающих это в принципе невозможно. Все идеи со сменной пола людьми, люди не меняют пол, они разрушают пол. Сломать пол возможно, а вот построить новый пол нельзя ни при каком-то обстоятельстве, потому что для этого вам придется менять ядра во всех клетках вашего тела. Извиняйте, это за просто потест. В результате самками рисковать нельзя. Почему? Потому что слишком мало клеток они производят, и их клетки очень дорогие. Самцами рисковать можно. Почему? Потому что небольшое количество самцов все равно будет достаточно для благотворения большого числа самцов. Возвращаемся к вопросу обеспечения размножения. Помните, мы говорили, что привлекать нужно для того, чтобы обеспечить встречу. И мы сказали, что привлечение, штука очень опасная, потому что привлекает в том числе и хищников. Скажите, пожалуйста, в подавляющем большинстве случаев сигнальными признаками будут обладать самцы или самцы? Самцы. Конечно, самцы. И не рисковать можно. А у барышни будут какие-то, какая с тем признаками? Они будут максимально адектировать на нужды, чтобы сливаться к обращению. Это называется маскировочная признака. Да. Это понятно? И достаточно глуповато говорить, что вот, надо же, какой франк паблим. Вот он так отбал, его самочка. Она такая скромненькая, бедная. Да не бедная она. Она в безопасности находится. А ее мужик. А ее мужик находится в состоянии постоянного риска. Что его съедят? Потому что именно он обеспечивает факт встречи. Так что сигнальность, это на самом деле очень горький, очень тяжелый крест, который один из полов берет на себя. Как правило, это мужское. Вот такие настоящие, не диснеевские, а настоящие отношения между живыми существами, которые складываются один. Ну, как сказать, начали они складываться. Примерно четверть миллиарда лет назад. Не миллионы, обратите внимание. Миллиарды. В результате биологические программы этого типа отношений. Их палки сломать нельзя. Они просто в основе организации жизни. И вот если хотя бы немножко непонимать эту основу, позаниматься в верхнем условии какими-то по-настоящему сложными делами, ну, оказывается не очень перспективно. Извините меня за такое длинное отступление, но оно оказалось мне совершенно необходимым. Продолжение следует. Продолжение следует.